А потому что он ходит мало. Надо увеличивать. Конечно, конечно. Вот когда он будет ходить где-то час пятьдесят, у него пройдет бессонница. Час пятьдесят пять, это час пятьдесят, час пятьдесят пять, два часа. Но именно ходить можно, да? Да, ходить именно два часа, два раза в неделю достаточно. И еще, нет, это неправильно. И еще важно, если ты длительно ходишь, нужен отдых. День идешь, день отдых или два дня отдых. И еще очень важно знать, что если ты динамическую нагрузку возрастаешь, надо увеличивать статическую нагрузку параллельно. Ну то есть, потому что когда человек длительно двигается, у него статическое напряжение возрастает. То есть нужно неподвижное положение тела тоже увеличивать, делать, иначе будет дисбаланс. Вы ему скажите, что когда он начал ходить, то у него организм пошел лечиться. И пролечились наружные части психики, а внутренние не пролечились, потому что для того, чтобы они лечились, нужно дольше ходить. Они включаются в лечение позже. А именно там нарушение сна и находится внутри, глубже. И он до этого не дошел. Не добрался, понимаете, до этого момента.